Добрый день, уважаемые единомышленники, друзья, те, кто занимается в сфере гостеприимства, сельского туризма, у кого есть свой гостевой дом или кто кормит людей, кто занимается организацией быта, досуга, интересного времяпрепровождения в сельской местности, по сути, внутренний туризм, индустрии гостеприимства. Я понимаю, что и нисколько не умаляю значение простого человеческого общения лицом к лицу, но наш сумасшедший век оставил нам для этого общения очень мало времени. Зато мы очень много времени посвящаем разговорам по телефону, разжевыванием, растолкованием азбучных истин наших клиентов, как приехать, как посмотреть, куда записаться, где чего, что выбрать. И тратим много времени на чаты, мессенджеры с людьми, которые даже не знаем и руку пожать не можем. Вот это развитие технологий, при всех ее минусах, там, плюса, да, она дает нам возможность познакомиться фактически со всем миром и пригласить в свой гостевой дом человека из любой точки мира даже, да, если он захочет прилететь, приехать, дойти, когда вот эта вся вакханальность закрытием границ и муниципальных районов закончится, и люди снова начнут ездить друг к другу в гости. Понятно, что интерфейс вот этих всех гаджетов, социальных сетей и вообще информационных технологий интуитивно понятен только детям и молодому поколению, да. А у поколения, например, ну, скажем, допустим, даже моего или чуть постарше есть прям вот психологический барьер, да, либо нежелание в этом разбираться, либо комплекс такой вот, да, что чего-то не понимаешь, от этого дистанцируешься, да. Но для того, чтобы пригласить к себе в гости человека из другого города или там другой точки мира, сейчас уже не обязательно ездить туда или через 7 рукопожатий пытаться донести информацию через других людей, да, хотя сарафанное радио на самом деле никто не отменял. Вот, но мы продолжаем учить и будем учить людям, работе, людей, работе вот с этими инструментами, которые нам сейчас предоставляет наша реальность, да. Учим людей, учим людей, как продвигать свою усадьбу, гостевой дом через Инстаграм или Ютуб, или там собственный сайт, или там, не знаю, как завести какие-то там мессенджеры, например, да, как разместить свой объект на Гугл-картах, на Яндекс-картах, на всяких офлайн-навигаторах, которых сейчас много, МапСМИ, Гармин и прочее, прочее, прочее. Я вас уверяю, там на самом деле все очень просто. И вопрос даже не в том, что уметь или не уметь, главное преодолеть вот этот психологический барьер. Своими руками попробовать понажевать эти кнопки, заходить в эти пункты меню, внести первую строчку со своими услугами с адресом, выложить первую фотографию, выложить первый видеоролик о том, как у вас хорошо показать природу, там, не знаю, свой дом, да, показать радостные лица, надлежь личан, и дальше все вообще очень просто пойдет. Поэтому мы продолжаем этому учить. Вы можете сбросить нам свою заявку на обучение каким-то выбранным вам вопросам. Для тех, кто смотрит ролик YouTube, нажимайте ссылочку под этим видео и попадаете на нашу образовательную программу, там ставите галочку в тот пункт, который вас заинтересовал, и нажимаете кнопку «Отправить заявку». Для тех, кто смотрит в Instagram, переходите на главную страницу моего аккаунта, нажимаете на адрес сайта «Решение Верной РФ», увидите первым же самым наверху раздел «Новости», выбираете в «Новости» образовательные программы по сельскому туризму и попадаете опять туда же. Приглашаем вас, на самом деле все очень просто, и я думаю, мы поможем друг другу сориентироваться в этом непростом времени. Удачи вам, здоровья вашим близким, всего хорошего.